Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку. Хочу сделать маленькую серию о мостах в Петербурге, о которой я более не знаю, по которым хожу. Говорят, что в черте Санкт-Петербурга находится множество мостов, городских больше 342. Ну вот я хочу рассказать о некоторых из них. Начинаем серию. Симеоновский мост, мост Белинского. В 1733 здесь был построен деревянный свайной мост, оформленный под каменный арочный. Мост назывался Симеоновский, а церкви святых Симеона и Анны расположены рядом с мостом. В 1785 Симеоновский мост перестроили в трехпролетный, средний пролет деревянный подъемный по проекту архитектора Жана Радольфа Перрона. Не установлен факт проектирования Симеоновского моста самим Перрона, но считается, что по крайней мере использовалась придуманная им система строительства каменных мостов. Опоры моста возвели из каменной кладки, облицевали гранитом, боковые пролеты перекрыли каменными арками. На боках моста возвышались гранитные архитектурно оформленные башни, где размещались подъемные механизмы. В 1859 году средний разводной пролет моста заменили каменным сводом, а гранитные башни убрали. В 1890 с целью расширения проезжей части тротуарного моста вынесли на консоли, для чего по обе стороны установили на быках и устоях по четыре чугунных литых кронштейна, которым крепится металлическая тротуарная балка. Кстати, на этом мосту вечером 1 января 1918 года террористы обстрелили автомобиль, в котором находился Владимир Ленин. Он возвращался в Смольный после выступления в Михайловском Манеже перед первым отрядом новой социалистической армии, отправлявшимся на Западный фронт. В автомобиле вместе с Лениным была его сестра Ульянова и швейцарский социалист-демократ Платтен. Террористы рассчитывали стрелять в Ленина во время встречи в Манеже, но сделать это не могли, что-то им там помешало. Скорее всего, большое скопление людей. И тогда террористы использовали второй запасной вариант покушения. Они открыли огонь по автомобилю, когда он въехал на Симеоновский мост. Рядом с Лениным сидел Платтен. Когда загремели выстрелы, Платтен мгновенно сориентировался, прыгнул Ленина и защитил его своим телом. Пули террористов в нескольких местах пробили кузов, лобовое стекло автомобиля, но жизнь Ленина была спасена одна из пуль раннего Платтена в Киселке. Вот такая история. В 1999 произведен ремонт моста с заменой консольных тротуаров, гидроизоляции и трамвайных путей. Мост Белинского через фонтанку расположен между улицей Белинского и площадью Белинского, на которой находится цирк на фонтанке. Длина моста 56, ширина 19 метров. Название мосту присвоили 6 октября 1923 года в память о литературном критике и публицисте Белинском, который жил, ребята, недалеко отсюда. Ну вот, пожалуй, все. Так, вкратце все, что мне удалось найти в интернете, в Википедии, на сайте сети Волос, который сейчас называется Мост Белинского. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok